Привет, меня зовут Олег Деметров. Назрел такой вопрос о эгоизме. Это такое камень преткновения у моих клиентов. Я всегда объясняю, что это такое, почему это полезно, эгоизм. Потому что в постсоветском пространстве эгоизм ощущается как что-то плохое, как что-то такое гадкое. И этим словом, эгоизмом, многие родители обзывались и говорили на детей. И, естественно, это прижилось как что-то такое резкое. А на самом деле эгоизм – это база человека, и это то, без чего невозможно построить нормальную целостную личность. Почему так? Потому что если человек не готов вкладываться в себя, если он не делает свою жизнь счастливой, насыщенной, наполненной деньгами, отношением или еще чем-либо, то его жизнь не будет счастливой, наполненной деньгами и отношениями. Никто за вас не сделает вашу жизнь счастливой. Никто за вас не выстроит ее так, как вам нравится. Это делать только вам. Соответственно, вам нужно заворачивать все процессы вокруг себя. Вы делаете себя хорошо, а только после этого вы смотрите, как там другим. Откуда вообще пошло то, что эгоизм – это плохо? Потому что раньше, когда был социализм, людям не нужно было париться о их жизни, им не нужно было выстраивать все эти процессы. И ты просто ходил на работу и получал свои деньги, и все как бы намазил. Сейчас такая дня не прокатит. Ты можешь ходить на работу, и у тебя будет вообще ничего. Все будет херово, плохо и грустно. Грустно. Соответственно, люди ожидают, что за них будет решательное дело государство, какие-то там структуры, типа милиция, еще что-то там, больницы, о здоровье будет заботиться. Но никто сейчас это не делает. Все, каждый сам за себя. И поэтому со старым подходом сейчас уже не прокатит. Говорят, что вот человек эгоист, он гребет все под себя. Но нужно здесь понимать, что те люди, которые говорят, что эгоисты гребут под себя, все это плохо, эти люди сами не выстраивают свою жизнь. То есть, например, человек находится в какой-то компании, и он решает, что ему нормально находиться на этом месте. Он не хочет прикладывать усилия и расти по карьерной лестнице. И его обгоняет другой, которому это все нужно, который гребет все под себя. И, соответственно, тот человек, которого обогнали по деньгам, по карьерной лестнице, еще по каким-то вопросам, и он начинает казаться, что у него отняли его плен. И ему это, естественно, не нравится. Но проблема-то не в том человеке, который взял то, что лежало, и то, что никому не нужно было, а в том, что этот человек сам не позаботился о себе и не заботится о себе. И, соответственно, он скинул просто с себя ответственность, то, что я здесь ни при чем, это вот он эгоист, он дурак, но на самом деле не он дурак, а ты сам дурак. Сам выбрал для себя такой стиль действий и получаешь такие результаты. Откуда это берет в корни? Ну, часть из социализма, часть из оттуда же, со сказок, там типа, иван дурак ничего не делая, и хоп, получает какие-то результаты. И вообще, в принципе, если взять все сказки, все там везде халява. Что-то там упадет сверху, кто-то там наколдует, там всякие золотые рыбки и все такое. И, ну, с таким подходом, да, сложно будет жить. Вот. Говорят также, что вот эгоизм, там, ты, это когда ты себе делаешь хорошо, а другим делаешь плохо. Но это на самом деле фиг неополный. Почему? Потому что если человек хочет, чтобы ему было хорошо, то ему придется делать так, чтобы другим было тоже хорошо. Если этот человек делает только себе хорошо, пытается делать только себе хорошо, а другим при этом делает плохо, то пройдет какое-то время, и люди начнут, соответственно, реагировать на него так же плохо, как он к ним относится. И, соответственно, этот человек увидит, что его плохое отношение к таковызывающим людям приводит к тому, что ему самому становится после этого не очень хорошо. Это будет отражаться на его социальных связях, в работе с коллегами будут сложности возникать. И это совершенно не говорит о том, что он себе делает от этого хорошо. И это элементарный процесс, где он сразу понятен и сразу видит. Там, если человек заходит в магазин и вроде как ради своего удовольствия начинает там всех поливать гранди, ну, избавляться от негативных эмоций, то в ответ к этому появится тоже грязь. И здесь сказать, что этот человек себе делает хорошо, другим плохо, здесь, конечно, нельзя. Этот человек и себе делает плохо, и другим делает плохо. То есть это не эгоизм, а какой-то дебилизм. Одна из базовых частей, которые выстраиваем в терапии, при работе с клиентами, это выстраивание своей личности, любовь к себе, принятие себя, гордость с собой и еще даже эгоизм. Эгоизм – это ты делаешь себе хорошо, ты выстраиваешь свою жизнь максимально комфортным для тебя способом, настраиваешь все процессы так, чтобы тебе было в кайф, и когда ты начинаешь делать, у тебя возникает тот избыток, которым ты захочешь делиться. Избыток энергии, избыток любви, избыток каких-то ресурсов. И для того, чтобы от этого избытка получить еще больше удовольствия, этот человек опять же инвестирует этот избыток ресурсов или чего-либо в другим людям и получает от них уже удовольствие. От других людей, потому что им это нравится, им это доставляет удовольствие, они ему в ответ тоже что-то дают. И вот это действительно эгоизм. Он полезный, он правильный, и он ценный, он важный. И в нем нет ничего плохого. Он никогда не приводит к каким-то плохим результатам. Это все, что я хотел на сегодня рассказать. Всем хорошего дня, вечера и утра. Всем пока.